Чемпионов формируют не только тренеры, но и родители. Так произошло и с двумя одесскими призерами Евро по карате. Эриком Рогозенко из Маугли, Игорем Лагуновым из Тигренка. Игорь и вовсе впервые в истории нашего города выиграл золото среди мужчин на турнире такого уровня. Родные уговаривали его остаться, когда было сложно и хотелось все бросить. Почти 15 лет тренировок он громко хлопнул дверью на молодежном уровне и окончательно перешел во взрослую категорию. Я благодарен, во-первых, своих родителям, потому что они оставили меня в этом спорте. Были переломные моменты, когда я хотел бросить, даже несколько раз такое было. Но благодаря им я остался в спорте и хочу поблагодарить своего первого тренера Безубова Сергея и всех тренеров Дмитрия Негатурова, Игоря Негатурова, Александра Негатурова за поддержку. И свою команду хочу поблагодарить за поддержку. И сборную Украины, и все, что болели меня. И каждому, кто болел за меня, поддержал. На Евро в Венгрии Лагунов побил спортсменов из Дании, Курции, Азербайджана и Косова. А в финале со счетом 3-0 победил черногорца. Но эта медаль – плод работы всего тренерского штаба. В детстве он показывал хорошие результаты. Он по детям много выигрывал, но лет буквально до 13-14. Потом был у него момент переломный, где он хотел даже бросать карате, не хотел выступать. И все было, ну, благодаря его родителям, благодаря где-то поддержке клуба, тренерам мы его удержали в тот момент. Ну, наверное, просто заставляли. То есть не было такого, что нельзя было бросить. Потому что работа была проделанная в детстве большая. И, конечно, было обидно там 14-15 лет, когда был переходный период, бросать спорт. Рацион питания и дисциплина за пределами тренировочного зала. Немаловажные факторы успеха, которые также ложатся на плечи мам и пап спортсменов. По словам тренера Эрика Рогазенко из Маугли, вклад кулинарных способностей мамы в медаль сына нельзя не отметить. Мама чуть-чуть удивилась, когда мне нужно было скидывать. До этого никогда не скидывал. И, ну, просто в меру и минус сладкое. Самая лучшая шоколадка – это была перед боем. Перед боем, который был из-за третья. Какая была? Твикс. Ты сразу два съел? Да. Я очень благодарен своим тренерам, своим спарринг-помптёрам. Это наша общая медаль. С Эриком работают тренеры-воспитанники клуба Анатолий Петросюк и Архан Юсифов. Это говорит о том, что в одесских командах передача опыта, навыков и знаний от поколения к поколениям приносит успех. Те ребята, которые тренируют его сейчас, являются воспитанниками нашего клуба. Одними из первых, которые в далеком 2000-2001 году стартовали как новички. С каждым годом они развивались как спортсмены. В свое время были и чемпионами Украины, и призерами международных турниров. Ну и, наверное, так должно быть в спорте, развитии, что каждое новое поколение приносит новые результаты. Поэтому я очень рад и счастлив, что сейчас уже их ученики, уже их воспитанники поднимаются на высшие ступеньки педестала чемпионата Европы. Эрик тренируется 6 лет. До этого он тренировался под руководством Ленгла Александра. И последние два года он тренируется уже в нашем клубе под руководством Юсифа Архана и Петросюка Анатолия. Оба наставника отмечают сильные стороны подопечного. Говорят, он быстро растет, умеет слышать и будет прогрессировать. В полуфинале он в упорной борьбе уступил азербайджанцу, а в бою за бронзу оказался сильнее каратиста из Косова. Он очень дисциплинированный спортсмен. То есть это одно из самых важных качеств, что он слушает, он внимательный. То есть любое задание, которое ему показываешь, он его может сделать. То есть не каждый спортсмен разноплановый. То есть ему дай любое задание, он его сделает, он очень внимательный, очень дисциплинированный. Именно это его самое высокое. То есть он как профессионал. Конечно, весь тренировочный процесс был направлен на подготовку Эрика. Все спортсмены нашего клуба, взрослые спортсмены, они работали для того, чтобы Эрик взял там медаль. Он справился с этой задачей. И мы доказали, что это реально. Мы доказали, что это реально, что на таких турнирах можно брать медали. И, конечно же, нам хочется медали еще по взрослым. Будем стараться. Также на Евро от Одесской области выступали еще четыре представителя «Тигренка». Дебютанты Иван Попов и Александр Ковалев не дошли дальше второго раунда. А бронзовая призерка недавнего чемпионата мира в Чили Юлия Палашевская попала в топ-5. Юлия пошла драться за бронзу. И, грубо говоря, выигранный бой мы отдали за счет грубейшей ошибки. То есть, введя в счете 4-1, Юля или не справилась с эмоциями, или как-то что-то там у нее в голове происходило. И она нарушила правила. И получается, что отдала бронзу, и мы проиграли этот бой. Отдали медаль, грубо говоря. Сейчас в одесских клубах растет целая плеяда талантливой молодежи. Они уже смотрят и равняются на титулованных одноклубников. Я хочу стремиться, как Игорь Лобунов, выигрывать первые места и быть лучше. Это большая мотивация стремиться к чему-то лучшему. Большая мотивация заниматься с ними, смотреть и подражать их примеру. И как-то даже быть в соревновательном уровне и показывать тот же результат. Следующий турнир, которому готовятся одесские каратисты, «Харьков Оупен», пройдет на этих выходных 22-23 февраля. Также ожидаются выезды на международные турниры в разные страны Европы. В Словакию, Польшу, Австрию и в другие. Витрия Богомола, Валерия Абабина, Феликс Виноградов. Телеканал «Репортер». Абабина, Феликс Виноградов, Феликс Виноградов.